Добрый день! Добрый день, дорогие ребята! Мы продолжаем с вами изучение механических волн. Урок номер 10. Тема урока – механические волны, длина волны, скорость распространения волны. Итак, что мы должны с вами сегодня сделать? К концу урока вы сможете сформулировать определение характеристик механических волнов и применить характеристики волнового процесса для анализа каких-то конкретных жизненных ситуаций. Еще раз повторим, что механические волны – это колебания, распространяющиеся в пространстве с течением времени. Механические волны бывают двух видов – поперечные и продольные. Характеристиками волнового движения являются следующие величины – период колебаний. Так же, как в колебаниях механических, период колебаний – это время одного полного колебания. Частота колебаний – это количество колебаний, совершаемых в единицу времени. Длина волны – это расстояние, на которое смещаются колебания в течение одного периода. И скорость распространения механических волн – это фактически длина волны, деленная на период, или длина волны, умноженная на частоту. Вы можете эту скорость распространения всегда посчитать. Характеристики волнового процесса. Давайте мы и рассмотрим, что же они собой представляют. Здесь записано соотношение между частотой и периодом. Вы видите и помните, что это взаимообратные величины. А также изображена мгновенная фотография, если хотите так, или мгновенное представление. Волны поперечной непосредственно относительно того пространства, где она распространяется. В данном случае буквой S обозначена фактически координата точек. То есть в пространстве. Но так как мы X выбрали вертикальную координату, то здесь можно обозначить буквой S. Итак, вот две указанные точки, я их показываю курсором, они в данный момент это точки, которые находятся на расстоянии длины волны. То есть колебание вот этой точки дошло до следующей такой же точки как раз за один период. Длина волны обозначается лямбда. И лямбда это есть скорость, умноженная на период. Или мы можем отсюда записать, что скорость есть лямбда, умноженная на ню. Посмотрите внимательно на среду, изображение среды, в данном случае схематическое, где распространяется продольная волна. Вот области сгущений. И вот там, где у нас наибольшее сгущение, расстояние между соседними наибольшими сгущениями, это есть длина волны. Точно так же мы могли бы указать с вами расстояние между двумя наибольшими разряжениями этих точек. Это тоже будет длина волны. И следующий момент очень важный, чтобы вы представляли себе, что волна-то не стоит на месте, она как бы бежит. Иногда ее называют бегущей волной, те волны, которые мы с вами рассматриваем. Так вот, в данном случае мы имеем ситуацию, или скажем так, схему, на которой Y обозначено направление колебания частицы, а X обозначено распространение волны, то есть координата в пространстве. Фактически это изображена система отсчета, которая дает вам плоскостную характеристику, то есть и на плоскости изображена, и здесь в плоскости изображена траектория движения или мгновенная фотография вот этой волны. Просмотрите, что происходит. Вот между двумя соседними горбиками расстояние равно длине волны. Через какой-то интервал времени этот горбик сместится. Вот следующая линия здесь на графике такая вот идет, бледная. Это есть не что иное, как схема волны или изображение волны в последующий момент времени. Какой? В какой-то момент времени t плюс дельта t. И вы видите, что эти частички, в данном случае эти горбики, вернее, они смещаются, а частички колеблющиеся, как вы помните, остаются на месте. Итак, в данном случае волна бежит вдоль направления х и со скоростью, которая в данном случае обозначена буквой v, вот мы с вами можем ее таким образом представить. И обращаю ваше внимание еще раз на очень важный момент. Длина волны – это расстояние, на которое смещается колебание за один период. Дальше. Давайте посмотрим, каким образом эти понятия длина волны, частота, скорость и период механических колебаний мы можем применить. Ну, посмотрите. Что такое период? Частота – это время, деленное на количество полных колебаний. Что такое частота? Это количество колебаний, деленное на время. То есть количество колебаний в единицу времени. А период – это время одного полного колебания. Тогда отсюда мы можем с вами получить, что частота – обратная величина к периоду. Чтобы вы понимали, откуда это соотношение берется. Итак, в системе Си период обозначается буквой С, частота обозначается ГЦ, герц, и длина волны – метры М. Связь между скоростью и длиной волны и частотой обозначена вот этой частью соотношения, а между частотой, длиной волны и скоростью – это вторая часть этого равенства. То есть в данном случае мы легко можем посчитать любую величину из заданных. Проверьте себя. Какова скорость распространения механической волны, длина которой – 1 метр, а частота – 2 Гц? Ну, понятно, что в данном случае получается 2 метра в секунду, потому что 2 метра умножить на 2 Гц – это будет 2 метра. Следующий вопрос. Длина волны – 0,5 метра, а скорость распространения – 2 метра в секунду. Ну, вы понимаете, что нужно в данном случае скорость разделить на длину волны, и мы с вами получаем частоту в 4 Гц. Докажите, что период и частота – взаимообратные величины. Ну, мы только что это с вами сделали, поэтому вот путем таких несложных преобразований мы с вами получаем, что период обратен к частоте, и говорим, что и требовалось доказать. Мы закончили с вами изучение материала. Доснигнуты цели урока или нет, оцените сами по своему ощущению, оцените свое эмоциональное и психиатрическое состояние, и обязательно читайте материал во всех возможных источниках. Я вам желаю успеха, всего хорошего, до свидания.